Ну что ж, приступаем с вами к выполнению второй лабораторной работы. Первые две лабораторные работы, нулевая и первая, были достаточно простыми, и каких-то особых интересных действий мы не совершали. Вторая же лабораторная работа является более комплексной. Мы посмотрим на весь маршрут проектирования в системе кристалля ЦИНК и разберем некоторые интересные моменты касательно подключения внешней DDR памяти и ее настройки, настройки ее таймингов при выполнении калибровки. Итак, мы открываем с вами наш проект, который мы создавали буквально несколько минут назад. Берем лишние окна, чтобы они нам не мешались. И теперь приступаем к настройке нашей процессорной системы. Для того, чтобы выполнить настройки процессорной системы, мы дважды кликаем по блоку в IP-интеграторе, отображающем процессорную систему ЦИНК. И переходим с вами в окно настроек и графического отображения всей процессорной системы и всей ее архитектуры. Первое, что нам предлагают признакомиться, это посмотреть на, соответственно, подключение периферии. И настройки. Для этого нам с вами необходимо перейти в раздел View Configurations. И посмотреть, что у нас отключено подключение к SD-карте. Так что нам с вами необходимо убедиться, что у нас банк нулевого, нулевой банк, у нас стоит напряжение 3,3 вольта. Будьте внимательны, когда вы работаете с различными отладками. Например, на нашей платке у нас установлено напряжение 3,3 вольта. Однако при работе с платой, допустим, Z-Board, у нас может потребоваться напряжение банка 1,8 вольта. Движемся далее. Нам необходимо с вами подключить UART, аппаратно-жёсткий UART. Как мы говорили, что в системе на кристалле Zink у нас имеется аппаратно-жёсткая заданная периферия, которую мы можем только включить или выключить, однако там будет всегда присутствовать. Поэтому для того, чтобы мы могли общаться по последовательному порту, по ком-порту с компьютером, мы можем с вами воспользоваться аппаратно-созданным UART. Для этого нам с вами необходимо просто включить соответствующий UART в настройках. В настройках подключаем UART 1 и убеждаемся, что порты ввода-вывода у нас подключены к модулю расширения интерфейса на периферии 48-49, как показано у нас на картинках. Далее на самом деле необходимо установить будет скорость передачи нашего UART. Для этого мы с вами должны будем перейти в раздел PSPL Configuration и в настройки General. Необходимо выбрать BUDRAID скорость передачи данных по нашему UART. Оставляем его 115-200 в соответствии с инструкцией. Далее нам с вами необходимо сконфигурируем клоуке. В случае же, если у нас имеется какая-то дополнительная внешняя периферия, которую мы подключаем к нашей процессорной системе, то есть какие-то IP-ядры, которые мы сюда будем добавлять, то из процессорной системы, как вы видите, у нас выходит один тактовый сигнал. На самом деле этих тактовых сигналов может быть 4 штуки, но на текущий момент мы с вами никаких исходников добавлять сюда не будем и не будем использовать этот тактовый сигнал. Для того, чтобы он у нас не висел в воздухе, мы с вами должны будем его просто отключить. Для того, чтобы это сделать, нам с вами необходимо перейти в раздел Clock Configuration. Либо по этому окошку, либо найти это Clock Configuration в окошках вот здесь. Clock Configuration. Теперь нам с вами необходимо убедиться, что частоты, которые установлены в разделе Input Frequency МГц, соответствуют той частоте, на которой работает наш тактовый генератор. На плате установлен генератор с 3 МГц, Clock Radio мы выбираем с вами 6.2.1. Это те тактовый домен, про которые мы с вами говорили, которые имеются в нашей процессорной системе. Далее мы с вами должны будем убедиться, что у нас заданы, соответственно, частоты для работы с памятью DDR, внешней памятью, и, соответственно, работа с самого центрального процессора. Частота работы центрального процессора. В настройках PL Fabric Clocks, как мы видим, их здесь 4 штуки, мы можем снять галочку с Clock 0, поскольку данный тактовый сигнал мы сейчас использовать не будем. Мы с вами говорили также, что при подключении внешней периферии из программированной логики в процессорную систему, у нас имеется несколько дополнительных аксайпортов, в количестве 9 штук. Поэтому мы также должны будем их настроить. Для того, чтобы это сделать, мы с вами должны будем перейти во вкладке General, в разделе PSPL Configuration, по вкладке General, мы должны будем с вами на текущий момент отключить те аксайпорты, которые нам не нужны. Отключаем, поскольку мы не будем подключать сейчас внешнюю периферию. Переходим в настройки памяти DDR. Поскольку контроллер, который установлен в Цинк, является аппаратным, то нам необходимо будет его также настроить. Что мы должны будем прописать в настройке нашего контроллера? Во-первых, мы должны указать, какой тип памяти подключен к нашей процессорной системе. Поскольку у нас вкладка готовая, то мы просто зададим название памяти из дата-шита. Выбираем DDR Controller Configuration и выбираем память DDR3 Low Voltage. И находим тут тип памяти, который у нас установлен. То есть вот это. Отлично. После того, как мы с вами выбрали нашу память, для этой памяти будут автоматически загружены все ее необходимые тайминги. Которые мы с вами также можем посмотреть. В разделе Memory Part Configuration. При работе с памятью DDR3 всегда требуется такая операция, как калибровка. То есть для того, чтобы начать передавать данные или начать записывать данные, сначала контроллер должен откалиброваться. Ввиду того, что динамическая память у нас требует такой процедуры, мы должны будем указать нашей процессорной системе, нашему контроллеру, что мы должны выполнять процедуру калибровки. Сначала мы должны будем указать галочку Internal Variable. То есть мы будем для нашей памяти использовать внешний опорный источник напряжения. Далее. Нам необходимо с вами указать, что мы должны будем использовать три варианта калибровки. То есть мы переходим в раздел Training Board Defaults. Устанавливаем значение Drum Training. И видим, что у нас установлены все три галочки. То есть мы должны будем калиброваться по чтению, по записи, по правильному положению импульсов DQS относительно читаемых данных. Отлично. Далее нам с вами необходимо ввести в контроллер начальную информацию о тех задержках, которые имеются у нас на плате. Поскольку мы работаем с печатной платой, то установленная память и проведенные дневные дорожки имеют определенные задержки. О том, как эти задержки выставляются, мы с вами поговорим чуть позже. Сейчас давайте же мы просто внесем те значения, которые здесь указаны, и потом я поясню, каким образом их можно будет посчитать. Давайте для начала мы с вами перейдем в настройки DQS Clock Delay и установим значения для DQS 0, DQS 1. Почему именно 2? Докуя соберутся, а не 4. При работе с внешней памятью данные группируются по байтам. Поэтому вот эти настройки, которые мы указаны, они идут для группы байт. Мы с вами указали, что у нас память имеет 16 бит. Ширину шины данных 16 бит. Поэтому для каждого байта, то есть 8 бит, мы должны указать соответствующие настройки. Как их посчитать, я опять же скажу, что мы сделаем это чуточку позже. Пока просто введем те значения, которые у нас указаны в лабораторной работе. И соответственно переходим к задержкам Port Delays нашей печатной платы. Отлично. Остальные значения нам не нужны, поскольку у нас всего 2 группы, 2 байта по ширине данных. Отлично. Движемся далее. Нажимаем кнопку ОК. Сохраняем все наши индивидуальные изменения. И мы с вами видим, что у нас исчез порт тактовой частоты, исчез АКСАЙ порт GP0. Отлично. Проверяем, что у нас нет ошибок. На текущий момент ошибок не было обнаружено. Замечательно. Теперь, как при работе с любым проектом в IP интеграторе, у нас с вами необходимо будет создать обертку для нашей процессорной системы. Мы переходим в исходники. Нажимаем, сохраняем для начала нашу процессорную систему. Нажимаем ПРА кнопкой и делаем HDL-обертку. Также можно просто посмотреть. Мы с вами выбирали целый язык как HDL, поэтому у нас будет просто описание на HDL. Отлично. Далее мы с вами должны будем запустить генерацию битстрима для нашей процессорной системы. Нажимаем кнопку Generate битстрим. Нажимаем кнопку Да. И запускаем генерацию битстрима. Пока выполняется генерация битстрима, давайте с вами посмотрим, как назначать тайминги для нашей процессорной системы. Давайте заново откроем с вами блочный проект. Откроем нашу процессорную систему. И перейдем в раздел DDR Configuration. DQS и Board Delays. Как мы уже говорили, мы с вами работаем с внешней памятью, которая является динамической DDR память. При работе динамической памяти у нас очень высокие частоты. И нам необходимо с вами обязательно калиброваться. То есть нам необходимо, чтобы фронт тактового сигнала был в соответствии с требованиями по захвату наших данных, чтобы в момент захвата наших данных данные были чистыми. Но поскольку длины проводников, которые у нас находятся на печатной плате, иногда могут быть разные, и в соответствии с стандартным DQS они также могут быть разными, нам необходимо с вами эту разницу длинных как-то компенсировать. Для того, чтобы длину компенсировать, существует процедура калибровки. Она группируется по байтам, то есть по каждым данным, байт у данных, у нас должна выполняться своя какая-то определенная задержка. То есть она должна вноситься начальная определенная задержка. Как эту задержку посчитать? Для начала вам необходимо найти информацию о длинных проводниках, которые находятся на вашей плате. Для нашей платы MiniZ у нас имеется специальная папка, которая называется Support Documents. В этой папке вы сможете найти отчет TraceLength по тем цепям, которые присутствуют на платке MiniZ. Нас будут интересовать те цепи, которые называются D3L. D3L-DQ с 0 по 16 и D3L-LDQS и UDQS. Итак, на самом деле те данные, которые мы с вами ввели в нашу процессорную систему, они являются не совсем корректными. У компании Avnet есть специализированный ресурс, который называется Element14. Это также большое комьюнити разработчиков как FPGA, так и процессорных систем. И в этом комьюнити есть небольшая статья, которая называется «Задержки для DDR памяти в VIVAT-блок дизайна». Когда вы прочитаете данный материал, вы увидите, что когда платка MiniZ только выпускалась, система на кристалле ЦИНК одноядерная находилась только в каком-то своем предварительном релизе. И точных задержек по таймингам, которые находятся внутри корпуса, то есть от нашего кристалла до багажных выдах, у компании Zalink тогда еще не было. То есть они были какие-то примерные. И задержки, которые здесь нужно было выставить, они также сначала считались примерными. То есть Avnet прикинули, что вот так вот должно быть. Значит, а как эти задержки вообще считаются? Для начала нам с вами необходимо найти соответствующие данные. То есть мы должны будем с вами внести задержки для группы Byte, в группу Byte у нас должны входить среднее значение по длине тактового сигнала, среднее значение по длине импульсов DQS и минимальное и максимальное значение по длинам для шин данных. Итак, давайте с вами посмотрим. Среднее значение для линий ЦК и ЦКП. ЦК и ЦКП. Мы должны взять эти два значения 27195, 10195 и 262719 и сложить их и поделить пополам. То есть мы должны найти среднее значение. То же самое мы должны сделать для импульсов DQS. Отлично. Для линии данных мы должны взять с вами максимальное значение, минимальное значение, сложить их и поделить пополам. Как мы с вами видим, длина линии, максимальная для линии данных у нас является 24338. Вот оно. И минимальное значение данных это 174593. Это вот это значение. Замечательно. То же самое данных, то есть для старших Byte наших передаваемых данных. Отлично. Соответственно, эти же значения вы сможете найти и вот в этом отчете. Они здесь также присутствуют. Отлично. Когда происходит распространение нашего сигнала по дорожку нашей печатной плате, они вносят какую-то, вносится какая-то задержка. Эта задержка у нас составляет 160 пекосекунд на дюйм. Значит, откуда берутся такие цифры? В принципе, вы можете посмотреть значение для конкретного, скажем, материала вашей печатной платы, но при стандартном каких-нибудь EFOR 4 у нас задержка составляет 160 пекосекунд на дюйм или же 6,5 пекосекунд на миллиметр. Где это можно почитать? Опять же, в папке Support Documents вы найдете Application Note от компании Micron, который посвящен именно тому, как выполняется калибровка и какие значения по задержкам, соответственно, нужны для различных архитектур, построения и подключения внешней памяти. Посмотрите, этот документ достаточно любопытный. Ну, соответственно, цифру в 6,5 пекосекунд вы также найдете в этом документе. Не поленитесь, посмотрите, почитайте. Теперь нам с вами необходимо внести данные, которые у нас имеются, в нашу процессорную систему. Для этого мы должны будем с вами сделать следующее. У нас есть возможность сделать User Input или сделать так называемый режим Calculated. В режиме Calculated мы с вами увидим следующее. Это режим расчетов. Мы с вами должны будем в этот режим расчетов внести, соответственно, задержку среднего значения длины для нашего тактового сигнала, для импульсов DQS, DQS0, DQS1, поскольку у нас всего 2 байта, передаваемых данных, 16 бит. И, соответственно, для средней длины, посчитанную для групп младшего байта и для старшего байта. Package Delays – это задержка, которая находится у нас внутри самого процессора, внутри самого процессора системы, внутри нашего кристалла. Эти задержки предоставляются Залинксом, поэтому эти значения мы, в принципе, менять не должны. Стандартное значение задержки, в зависимости от вашего материала, это вот эти 6,5 пикосекунд на миллиметр, то есть 160 пикосекунд на дюйм, они остаются также стандартными. И, соответственно, значения, которые нужно будет внести, они появятся у нас вот здесь. Ну что ж, давайте мы с вами попробуем внести эти значения. Как мы с вами говорили, мы с вами, допустим, посчитали, что среднее значение длины у нас для нашего импульса CK CLOCK0, для нашего тактового сигнала, у нас составляет 26,6907. Вставляем это значение. Поскольку у нас один тактовый сигнал, мы его оставляем. Дальше, для первой группы байта данных среднее значение длины линии для импульса DQS. Как мы видим, у нас с вами имеется 19,906 для значения N, для значения P у нас 20,53,43, и мы должны будем эти два значения сложить и поделить пополам. Берем это значение и вносим в наш режим CK CLOCK0. Отлично. То же самое мы проделаем для значения DQS1. DQS2 и DQS3 мы не трогаем, поскольку у нас 16 бит данных все передается, то есть две группы байта, два байта. Значение DQ7,0 и значение DQ15,8. Как мы говорили, мы должны взять из значений линий, из нашего отчета по длинам линий, из нашей системы проектирования печатных плат, взять максимальное значение для первой группы байт, любой первой, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и взять минимальное значение и найти их среднее. То есть мы предположим, что это мы сделали и копируем эти значения. Копируем это значение в нашу паблицу. Далее для старшего байта. Как мы с вами видим, у нас эти значения полностью совпали с теми, которые дает нам компания АВНЕТ. Просто аннуас, она тактовая частота, на наш кристалл идет, то необходимо для первой группы байт, для нулевой группы байт мы задали тактовое значение, и для второй группы байт мы тоже делаем тактовое значение такое же. И, как мы видим, оно изменилось. Значит, почему вот в этой статье у нас два, две таблицы и имеют различные значения? Как я уже говорил, что значения, которые сначала назначились, они были предварительные. То есть, когда заливы выпускают кристалл, они делают сначала предварительный список вот этих вот package delays, и после того, как уже кристалл уходит на стадию production, то этот список содержит уже полностью известен и становится детерминированным, и уточняется там до какого-то определенного значения. Но когда-то кристалл выпускался, он был еще, скажем так, в engineering samples, в тестовых образцах, поэтому значения были немножечко другие. Но после того, как кристалл стал продакшеном, и package delays стали уже полностью известны, появились значения уточненные. И как мы с вами сможем увидеть, что значения отличаются буквально там на какие-то крохи. То есть, то, что было в pre-production, в engineering samples, и то, что стало у нас уже значением после выхода с кристалла в стадию production. И как мы видим с вами, разница составляет какие-то пикосекунды, поэтому все достаточно здорово. В принципе, вы можете оставить те значения, которые уже были изначально заданы, 0,54, 0,54, да, значит, или воспользоваться значениями, которые вы посчитали уже после. То есть, вот эта табличка. То, что мы посчитали с вами для уточненного данных. Эти значения также можно будет нести. Особой разницы, скажем, вы не видите. И так, и так это будет работать. Надеюсь, понятно. Также подробнее об этом вы сможете почитать в конце лабораторной работы. Продолжаем. Имплементация закончилась. Давайте с вами откроем имплементированный проект и посмотрим, что у нас имеется. После открытия имплементированного проекта мы с вами можем наблюдать, что у нас сконфигурано наша процессорная система и наше пустое поле для логики PLEASE. Замечательно. Теперь нам необходимо с вами экспортировать созданный файл для нашей процессорной системы, то есть файл описания конфигурации нашей процессорной системы и файл битстрима для нашего поля PLEASE в среду, которая называется SDK, Software Development Kit. Нажимаем файл, экспорт, экспорт Hardware. Установим галочку INCLUDE BITSTREAM, нажимаем ОК. Данные были переданы в среду. У нас дополнительно создалась папка .SDK внутри папки нашего проекта и теперь мы с вами запускаем непосредственно саму среду SDK. Файл, launch SDK. И вся дальнейшая работа сейчас наша будет происходить в среде для написания кода для процессорной системы на языках C и C++. В лабораторной работе вам рекомендуется посмотреть содержимое папки, в которой содержится рабочий workspace для нашей среды SDK. Не забудьте это сделать. Различные цвета SDK запущены. Сейчас выполнится настройка репозиториев. По лабораторной работе нам для начала предлагают создать новый board support package. Это файл, набор драйверов из описания, который мы передали в нашу процессорную систему. Как мы с вами видим, у нас есть файл HDF, hardware definition file, и посмотрим его содержимое. Что у нас имеется в нашей процессорной системе, что у нас подключено. Итак, мы нажимаем файл, new board support package. Называем его standalone BSP0. В операционной системе, которая будет создана, мы нажимаем оставляем standalone. И название нашей процессорной системы называется Z-System Rapper Hardal Platform 0. Нажимаем кнопку finish. Теперь нам с вами необходимо установить, соответственно, некоторые настройки для периферии на board support package. Для начала мы с вами должны будем сказать, что стандартный поток ввода-вывода нашей процессорной системы должен направляться в ward 1. То есть, когда мы с вами пишем функцию printf или xilprintf, то все данные, которые будут передаваться в последовательный порт, будут уходить через тот ward, который мы с вами подключили. Это ward 1. Отлично. Нажимаем ok. Непосредственно в консоли вы сможете видеть, как происходит процесс построения нашей процессорной. В board support package конфигурация для нашей процессорной системы. Отлично. Конфигурация в board support package закончена. Теперь мы с вами можем создать приложение. File, new, application project. Называем наш проект HelloWord. Для этого проекта мы должны с вами выбрать, что операционная система Standalone. В платформах у нас всего одна, Z-System Wrapper, который мы с вами создавали. Процессор, который мы будем делать, это Cortex-A9.0, поскольку у нас всего один процессор в нашей процессорной системе. Язык написания C и, соответственно, board support package, который мы можем использовать. Это создать либо новый под эту конфигурацию, либо использовать существующий, как мы с вами используем, будем существующий. Отлично. Мы выполним все здесь, соответственно, с инструкциями. Дальше мы переходим в раздел «Шаблон» каких-то конкретных приложений. Когда вы делаете проверку вашей печатной платы на корректность и ошибки, то есть набор определенных тестовых проектов, который позволяет вам определить, будет ваша плата там работать или не будет. Одним из таких тестовых проектов является это просто HelloWorld, как вывод через посетный интерфейс и через UART. Слово HelloWorld. Значит, есть lightweight IP, эхо-серверы различные, есть тесты памяти, есть создание загрузчика первоначального для цинков и так далее. Мы с вами будем использовать HelloWorld. Нажимаем Finish. И дождемся, пока произойдет конфигурация нашего приложения. Давайте мы с вами посмотрим, что здесь имеется. Имеется файл отключений, имеется отладка, файл для отладки и имеется непосредственно наш исходный код для нашей процессорной системы. Как мы с вами видим, здесь просто должна выйти строчка HelloWorld. Все достаточно просто. Отлично. Теперь нам остается только с вами подключить нашу плату и запустить приложение. Для начала давайте с вами возьмем плату и убедимся, что мы правильно установили джамперы на этой плате. Теперь мы должны подключить нашу плату MiniZ к USB порту нашего компьютера. Обратите внимание, что использовать для этого нужный разъем именно G2. После подключения нам будет необходимо определить порт, к которому будет подключена наша плата. Это же мы можем сделать непосредственно и в настройках конфигурации терминала TerraTerm чуточку позже. Давайте с вами создадим конфигурацию для отладки, Debug Configurations. Выберем в качестве инструмента для отладки, это System Debugger. В System Debugger мы должны с вами сделать определенные настройки. Во-первых, мы должны сказать, что у нас операционная система, у нас имеется стендалон приложение. Мы должны будем указать, в какой платформе мы подключаемся, указать битфайл. Поскольку мы его экспортируем, он сюда подключается автоматически. Хотим ли мы сбрасывать процессорную систему, запрограммировать в BGA и так далее. Останавливаем все в соответствии с настройками нашего гайда. И нам необходимо с вами будет загрузить наше приложение в процессорную систему. Нажимаем кнопку Debugger. Переходим в конфигурацию представления для отладки. Держиваемся программированием. И мы с вами видим, что наша отладка началась и остановилась на первой строке нашего кода, и нет платформы. Теперь нам с вами необходимо подключить терминал TerraTerm. Запускаем программу TerraTerm. Выбираем последовательный порт. Выбираем порт, к которому подключим наш оплату. В моем случае это COM4. У вас может быть другой порт. Нажимаем ОК. Давайте с вами убедимся, что у нас установлена правильная скорость. Мы с вами делали скорость передачи 115-200. Замечательно. И, соответственно, проходим по нашему коду, используя соответствующие кнопки. После прохождения строки Print Hello World, мы должны будем увидеть в терминале наше слово Hello World. Все. На этом лабораторная работа наша считается законченной. Отсоединяемся. И закрываем все наши окна. Переходим к третьей лекции нашего курса. Если у вас есть вопрос, идея, или вы хотите помочь в развитии проекта, статьи, видео, или поделиться опытом с начинающими в PGA разработчиками, то оставляйте свои предложения и комментарии под видео. На нашем сайте pgisystems.ru или присылайте их на наш почтовый ящик. Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях, и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить выход новых видеоуроков.